О, привет. Чё, как оно вообще? Нормально? Вот. Ну, топ-3, ребят, напоминаю. Приветствую всех и каждого. Сегодня у нас Муна и в его руках самое сильное оружие в PUBG Mobile, которое перестреливает абсолютно любой ган и не отдаёт сопернику ни единого шанса. Поэтому, друзья, точно будет интересно. Располагаемся поудобней, не забываем приготовлять вкусняшки. Также просто напоминаю про лайки и комментарии. Они очень помогают. Ну и совсем маленькая рекламка. И мы тут же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закреплённом комментарии. Всем удачи и спасибо. Хорошая катка начинается с убитого бота. И вот он он, пожалуйста, перед вами. Хорошо. Аккуратненько выпрыгивает на верхний этаж. Очень качественно сделал данную фишку. Красавчик Муна. Максимально хорошо здесь исполнил. И у него в руках арбалет. Кстати, на начальных стадиях игры... В смысле, это что сейчас было? Куда попал арбалет? В левую пятку правой ноги? Или что это сейчас было? Потому что арбалет, естественно, должен нокать. С любого попадания. Я вот это и хотел только что сказать. Потому что на начальных стадиях игры... Это довольно смертоносное и опасное оружие. Многие его недооценивают и получают по щам. Потому что, как вы знаете, он в тело нокает без жилета. Но, может быть, у соперника он всё-таки был. Ну, или Муна попал там в руку или ещё куда-то. Ну и в голову, в любой вообще шлем. И, естественно, тоже это очень жёстко. Ну, а поскольку расстояния небольшие на старте, то арбалет можно прям считать очень хорошей альтернативой на начало. Если, естественно, ты не собираешься никого рашить. Но поскольку у Муна немного другой стиль игры, он здесь за тем, чтобы набивать большое количество фрагов, то всё-таки он поменял, естественно, на дробовик. Ну, а с дробовика чё, вышел? Дал по щам. Тут не надо особо даже целиться. Это всегда рабочая тема. Жалко, что не ДБС. С ним бы вообще были удаления оппонентов из этой игры. Но и так, в принципе, сойдёт. Меняет, правда, дробик на микроузик, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. И здесь замечает ещё игрока в траве. Ну, его было слышно. Действительно, там была какая-то война. Дальше перетягивается в сторону школы. Пытается посмотреть, где кто находится там. Там пока что никого не видно. Ну и в спине остался соперник, и Муно на него реагирует. Перетягивается чуть назад. Прислушивается опять же. Прям максимально чё-то чекает. Бегает, смотрит. И вот оно, он хорошо зашуршал в последнюю секунду. И залетел хоть что-то с АКМа. И прям огнём разошёлся данный лутбокс. И бедный парняга не смог ничего противопоставить. Он только выбежал из дверного проёма. Как уже сразу же оказался мёртв. 7 фрагов. Неплохое, я бы сказал, начало. Но, тем не менее, не так, чтобы прям супер охотелось бы. Например, 20. Ну, ладно, шучу вы, конечно же, я думаю. Всего здесь катка будет на 20 с копейками. Ну, поглядим. Естественно, логично после общак и школы перетягиваться в сторону починок. Если вы хотите ещё пофайтиться. Ну и наоборот. Если не хотите, то логично на починке не ехать. А сидеть где угодно в другом месте. Здесь Муно замечает оппонента на лестнице. Выходит на него. Забирает с микроузика хэдшот. И, естественно, поскольку у него преимущество по хп, может чувствовать себя максимально комфортно, приятно. И выходить ещё раз на врага. И всего лишь получил одну пулю и ту. Посмотрите, насколько слабую. То есть, вообще, считай, не потерял хп. Уже буст. Практически всё восполнил. Один соперник на починках. Это чё-то как-то слабовато, если честно. Прям, я бы сказал, что хотелось бы больше. Ну и тем временем, друзья мои, лучшее оружие в PUBG Mobile попало в руки Муно. Это MG3. По ДПСу эту пушку перестрелять нельзя. Если её контролировать, если ей попадать каждый патрон. Ну, а это мы знаем, профессиональные игроки, типа Муно, умеют. То, в принципе, нет шансов у оппонентов. Ну и если с реакцией ещё. Всё хорошо, если ты начинаешь стрелять первым, как настоящий ковбой Дикого Запада. Короче, если у тебя самая быстрая рука Дикого Запада, то ты побеждаешь в PUBG Mobile, да и не только. В этой стороне было слышно соперника. И пока непонятно конкретно, где он находится. Но Муно примерно вот осознаёт. Сначала прочекивает, конечно же, гараж. Если соперник здесь, то он его убьёт. Если соперника здесь нет, то он займёт этот гараж и всё равно убьёт соперника. Ну, как бы, думай головой, многоходовочка. Пробивает Молотов, кстати, пробивает Молотовым дверь, точнее, я хотел сказать. И, кстати, этого многие не знают. Ни одна граната, кроме Молика, просто пролетая сквозь дверь, ну, все остальные рикошетят. А Молотов ломает эту дверь, деревянную, естественно, на железных не работает. Ну, на Эрангеле их и нет. Ну и здесь дальше просто пролетает вперёд. И сопернику херевое. Такой, типа, чё? Кого? Откуда этот Молотов? Я же дверь закрыл. Поэтому тоже не забываем фишечки-приколюшечки. Один игрок на Венеции прям вообще скудно раздало оппонентов на карту. Похоже, что все распрыгались куда только можно и нельзя, кроме злачных мест. Ну и тут в спину кто-то накидывает сразу же с двух патрон. Сломал колесо. Это как вообще возможно было? Я, если честно, не понимаю. Но Муна сейчас разберётся. Такой скажет, братишка, это ты, что ли? Попытался спрей с шестёрки. Для такого нужно ложиться, дружище. Вот здесь, вот с этим пулемётом, если вы хотите стрелять на дальнюю дистанцию, да, нужно было делать именно вот это. Но Муна немножечко подзатупил. Соперник ещё и вылазит так, что у него торчит только башка. Но вы видели, что ты творишь вообще? Он просто одной пулечкой. И всё, и в голову. Ну и враг тут же после этого так немножечко понял, что очечи сжимаются. И нужно отойти, нужно спрятаться за камнем. Медленно берёт разгон багги без заднего колеса. Но всё равно 43 километра это довольно неплохо. Багги нужно спрятать. Мало ли, другого транспорта сейчас, если не окажется, то его ещё можно будет использовать. Но, конечно же, хочется что-то иное. Здесь придётся немножко попотеть. Но если разогнать его, то он потом будет довольно-таки нормально катиться. Поскольку одно колесо на багги это вообще не приговор. Почему многие любят это транспортное средство? Почему оно считается хорошим? Слева соперник на мотоцикле. И у него тоже столько леса сломано. Что за скорость, ребят? Когда мама купила мопед и сказала, долго не гоняй. Но перед пацанами красануться хочется. Такие чувства. Ехали на 5 километров в час. Муна бы их из пистолета даже бы убил. Или из микроузика. Не знаю, как это получилось. Но, походу, да. Походу, у ребяты колесо спущенное какое-то. Заднее, наверное. Без переднего они бы вряд ли поехали. Боковое. Но так боковое не приговор. Оно нормально вроде работает. Но это выглядело странно. Похоже, да. Ребята боятся ездить на мотоцикле и не превышали скоростной режим. Молодцы. Правильно делают. Правда, должно это было повысить их уровень продолжительности жизни. Но в игре это, видите, работает немножечко не так. Здесь нам Муна напоминает про то, чтобы... Не знаю, забейте. И последний соперник. Глянь, как его очень жестко просадил по ХП. Был на волосок от смерти. Но все равно третий жилет, третий шлем и МГ-3. Кстати, заметили? У всего самого крутого в PUBG Mobile тройка в названии. Вот. Надо, наверное, ирокез поменять. Надо, чтобы в конце была не Z, а тройка. Типа вот. Ладно. Ну и все. И последний враг тоже повержен. И нормально. 13 фрагов у Муна есть. 16 игроков еще на карте. Берет зачем-то коряк. Ну, хотя он и с микроузика не настреливал, потому что... Ну, вообще, я не совсем понимаю, зачем он оставил себе узик. Хороший сетап это МГ-3 плюс М416. Ну, как бы это суперстандарт. На ближнюю среднюю ты используешь МГ-3. На чуть более среднюю и дальнюю ты используешь М416. Ну, у Муна свои приколы. МГ-3 есть и нормально. Вот тут вот, гляньте, проспреивает первого. Хорошо. Соперник в геликостюме. И туда бы молотов кинуть было бы отлично. Ну и слева еще один враг. Да, вот здесь вот по нему тоже прилетает. Очень больно. Хорошо. Воу. Вот это было мощно. Вот тут вот прям красиво добил. Мне понравилось. Прям качественно, знаете, со снайпы сделал последний штрих. Такую точечку добавил. Красавчик. Ну и там мы знаем, что парень в гелике. Он уже отхилился. Мог съесть большую аптеку. Нужно быть осторожным. Муна берет на него угол. И... Ну давай. Ну давай, покажи нам. Покажи, как надо рашить соперников! Я уже весь в предвкушении настоящей невероятной битвы интеллектов. Но пока что нет. Пока что просто аккуратненько его расчекивает, распикивает. Наражен сам, кстати. Обратите внимание, не бежит. Просто аккуратненько так берет углы. Ну и по идее, уже второго успели поднять. Да, вот он убегает. Но... Алло, чувак, ты же похилиться был должен. Мунно его сразу добил. Чтобы больше не повадно было. Как бы дал тебе один шанс. Второй уже давать не буду. Ну окей. Но все еще... Все еще масхалатчик там. Нельзя его отпускать. Ни в коем случае. Мунно, глянь, смотри, берет прям настоящую десантуру. Делегацию на него. Опа. А куда ты делся? Он сел на транспорт, на лодку. Давай, хатшот был. Еще попадание. Просто взрывает лодку. Я думал, все-таки попадет соперника. Но МГ-3, поскольку пулемет. У пулеметов высокий урон. Более высокий, чем у всех остальных оружий. По транспортным средствам. Лодка как бы транспортное средство. А, так вот почему меня так быстро убивают в игре. Потому что я машина. Ну, видимо, да. Ну и здесь как бы вы сами видели, что соперник умер медленнее, чем лодка. Бывает неплохо. Почему бы нет? Самое время пострелять со снайпы. Ну-ка, будет ли здесь какой-нибудь супер выстрел на 7000 метров? Ну, на самом деле нет. Моно понимает, что это все фигня. И решает проехать вперед. На своем Макаларине. И просто забрать этого парня с пуликой. Типа, а что, я зря что ли патроны собирал? Че мне вот этот ваш коряк? Коряком он, знаете, пользуется как подзорной трубой. Типа, 8Х взял. Вот, кстати. Вот почему они все не берут там М-ку или вторую Р-ку, или еще какую-нибудь движуху, а берут снайперки. Не для того, чтобы с них стрелять, а для того, чтобы 8Х как в подзорную трубу посмотреть, потому что восьмерку-то ни на что не поставишь, только ДМР-ки, либо снайпы. Вот, посмотрел, короче, увидел соперника, достал второе оружие, и по нему стреляешь. Гениально! А я все это время не понимал. Ну, теперь буду знать. Теперь, наконец-таки, на меня снизошло вдохновение. Здесь опять же, ооо, хорошая башка! И вторую надо было бы еще дать, но у соперника третий шлем. Ну, ну, конечно же, это все понимает. И сейчас сразу же заедет ему в щи. Ну, сначала заедет на машине, а потом в щи. Да? Или нет? Нет, походу. Соперник-то долго держится. За камнем. Пошли гранатки. Враг стреляет по тачке. Не ломай тачку, алло! Не бита, не крашена. Нет, глянь, ему не нравится, что у него нет такой красивой машины, и он ее, козел, царапает ключом своим. Ну, люди, а? Нельзя так. Нельзя так относиться к чужой собственности. Муна, а ну покажи, что это плохо. Ну, сейчас, подождите. Вот он, он вылазит. У него не было фулл-хп. Это хэдшот с коряка. Специально раздамажил его чуть-чуть Муна, и соперник не жрал большую аптеку. Может, у него нет, а может, он не смотрит мои видосы и не знает, что нужно так делать. И после этого, конечно же, был наказан максимальнейшим образом. Ну и понятное дело, что Муна такого не прощает. 18 фрагов, друзья мои. И 8 живо еще человек. То есть, явно, должно быть больше двадцатки. Выезжает прямо на целый сквад соперников, но соперники оказались пассивными. Они просто лежат и смотрят на тебя. Такие, знаете, переговариваются еще шепотом. Типа, а что? Может, он нас не заметит? А второй ему говорит, да я не знаю, вроде уже заметил. А третий говорит, ладно, давайте лежать все равно. Ну и лежали. Вот. Сначала полежали, потом полезали, теперь в обе. В лобби. Да. 22 фрага уже есть, и Муна остается один против двоих. Притом, я немножечко пропустил вот этот парень, которого он нокнул. Сейчас сзади, за деревом. Это он умер или нет? То есть, это уже тот, кто сейчас имеется в счетчике. Короче, это один в два или один в три ситуация? Один в один. Да. Не знаю. Нет. Непонятно. Ладно, здесь была слышна стрельба Муна на готове. Чекает. Не видно никого. Вылези. Пожалуйста. А вот когда надо, тогда вылез. Ну вот, что ты? Ты что, с читами? Ты что, босс-синпай? Опа. Перебегает первый, но нужно попасть. Нельзя, нельзя такое оставлять. Вообще-то что? Это сейчас, может, ошибка, которая стоит игры? Я не знаю, но вероятность большая. Муна просто так взял и отпустил соперника, который невероятно вообще просто подставился. Но зона выжимает его и зона выжимает по чуть-чуть Муна. Но Муна есть. Вот там одно дерево, с помощью которого можно сыграть. Было бы неплохо, если бы ты его занял как бы, да, не стоял бы в поле, а то тебя сейчас тоже могут неплохо так раскатать. Берет зачем-то баги. Ну, может быть, это задел какой-то на будущее. Хорошо. Заезжает в ЛГшку. Вот тут очень хорошая ЛГшка. Очень-очень хорошая. О, привет. Чё, как она вообще? Нормально? Вот. Ха-ха, давай. Топ-3, ребят, напоминаю. Ха-ха, чувак. До топ-3 дожил. Ну, профессионал, чё сказать. Ну, и второго просто заберет вот так вот. Опа. Ну, давай. Давай с коряка. Так, улазит. Пытается дать квик-шот. Оп. Ха. Байтит его на какая-то, то, чтобы закончились патроны и добивает всё-таки с МГ-3. Отличная же катка. Особенно конец был весёлый. Ну, а я, друзья, надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok